Олеся, привет! Сейчас покажу, какая идея параметрического шлема мне тут пришла в голову. Для начала нам понадобится какая-то базовая модель, с которой мы срежем скальп, и он будет представлять нашу базовую поверхность. Значит, обрезать, скопировать эту поверхность и заофсетить ее. Где-нибудь на 8 мм, например. Ждем, ждем, ждем. И да! Отлично! Базовая поверхность. Теперь удалим вот тот исходник. Оставим только голову в поверхность. Поверхность закинем в контейнер brep. Set1brep в Grasshopper. Саму поверхность, в принципе, можно спрятать в райном. Теперь нам нужно создать так называемый аттрактор. Это некая точка, относительно которой мы будем определять прочность нашей конструкции. Чем ближе к этой точке, тем прочнее она будет. Тем дальше от нее, тем реже будут наши пребры жесткости располагаться. Сейчас заместим ее где-нибудь здесь. Если я не знаю, где шлем должен быть прочнее, это предстоит понять тебе. Но, в принципе, это можно будет настроить после того, как мы соберем весь алгоритм. Теперь, чтобы определить дистанцию, нам нужно сначала покрыть нашу поверхность точками. Для этого мы сначала превратим ее в mesh. А потом мы возьмем команду deconstruct mesh, чтобы получить точки данного mesh. Теперь нам нужно измерить дистанцию от нашей точки трактора до точек, которыми мы покрыли нашу поверхность. Для этого мы создадим контейнер точка, чтобы мы могли референсить его на поле в Grasshopper. И с помощью нода Distance мы проверим дистанцию от этой точки до точек на поверхности. Теперь эта дистанция будет использоваться для того, чтобы раскрасить нашу базовую модель. Сначала, до того, как мы сможем варьировать расположение ребр жесткости, мы должны раскрасить нашу базовую поверхность зонами, которые будут более прочными и менее прочными. По сути, пустить такой градиент. Сделать мы это можем с помощью команды mesh colors. Mesh у нас уже есть. Вот же он. А в качестве цветов нам нужно будет использовать данные, которые мы получаем вот отсюда, дистанции. Сначала нужно ремапнуть данные, которые мы получаем отсюда, потому что дистанции у нас очень разные. То есть здесь оно, не знаю, сантиметра 4, тут оно будет сантиметров 30. Нам нужно, чтобы дистанция была от нуля до единицы, потому что только такие значения подходят в качестве цвета. Поэтому мы ремапнем с вот этого диапазона чисел. Диапазон чисел достигается с помощью команды bounce. Он нам пишет минимальное и максимальное значение. То есть тут 16, максимальное 117. Не знаю, почему цифры именно такие. Но, видимо, у меня масштаб немножечко напутан. Но мы будем с этим жить. И нам нужно изменить эти значения до диапазона с нуля до единицы. В данном случае он уже по умолчанию воткнут сюда, поэтому нам не нужно ничего подключать. Это значение по умолчанию. В качестве значений мы берем сырую дистанцию. Итак, теперь цифры, которые мы отсюда получаем, будут от нуля до единицы, в зависимости от их расположения. И эти числа мы уже можем использовать для того, чтобы собрать цвет. Цвет мы будем собирать с помощью color.hsl, например. По умолчанию нас устраивают все параметры, кроме saturation, потому что он добавит лишней красоты. Нам это не нужно. И luminance это как раз и будет нашим значением, которое приходит отсюда. И вот этот результат мы подключаем в Color Mesh. Итак, теперь нам нужно спрятать все, чтобы мы видели только финальный цвет. Поэтому мы выделяем все, кроме нашего Color Mesh, Preview Off. И вот мы получили Mesh, который раскрашивается в зависимости от расположения нашей точки аттрактора. Отлично. Теперь нам нужно покрыть каким-то образом нашу модель ребрами жесткости, в зависимости от цвета. Это следующий этап. Color Scotch, уходи. Итак, для этого мы будем использовать команду Remap. Ага, Женя зовет играть. Вот еще один стимул, быстро разобраться с этим роликом. Итак, значит, Remesh. Для начала нам нужно взять базовый Mesh. Он у нас уже имеется. Вот этот. Пока игнорирую, что происходит в левой части экрана, потому что мы просто не отключаем отображение, превью тех компонентов, которые мы добавляем. Тут может происходить что-то странное. Дальше, сегменты. Длина сегментов. По сути, это длина минимального и максимального ребра, которые у нас будут. Я выберу какое-нибудь щедрое значение. Например, с помощью команды Construct Domain я создам диапазон или домен от, например, от единицы до 20 или 40. Отрегулируем уже по ходу дела. Это, по сути, будет минимальное и максимальное значение. Минимальное значение, оно должно быть более-менее реалистичное. А вот максимальное мы можем взять нарочито больше, потому что если какие-то ребра будут просто не помещаться, то программа будет делать их меньше. Так. Теперь нам нужно подключить сюда кнопку ресета, потому что, в отличие от других нодов в кроссопере, данная функция, она работает атеративно. То есть она не выполняется один раз, когда мы пустили через нее провод, а она проходит много-много-много раз и выдает нам какой-то конечный результат. По умолчанию, сколько раз она будет выполняться, указывается вот здесь. То есть в данный момент количество итераций одно. Но будет не одно. Видимо, он просто ошибается и так показывает. Я знаю, будет по-другому. Итак, значит, мы указываем сюда button, чтобы перезапускать нашу симуляцию. Он чуть-чуть подвиснет. Ему нужно подготовиться. А еще к этой штуке нужно подключить таймер. Таймер будет определять, как часто этот компонент будет срабатывать. По сути, чем чаще он будет срабатывать, чем больше мы будем нагружать наш компьютер, но чем быстрее будет обновляться то, что мы создаем. Так что, несмотря на то, что я называю его таймер, с недавней версией Райна он, по-моему, называется Trigger. Да, вот он. И до того, как я его подключу, мы еще разберемся с конечным результатом, как мы будем превьюить то, что будет выходить из данного нода. Мы будем использовать нод Custom Preview. Даже два таких нода. Один будет использоваться для меша, который мы получим, а другой для кривых, которые образованы граними этого меша. И тут-то мы используем Color Swatch. Для кривых мы используем черный. Для меша что-нибудь оптимистичное. Вот это сюда. Окей. Мы отключим превью у всего, кроме совсем финального результата. И вот у этого меша мы тоже спрячем превью. Потому что, по сути, цвета, в которые мы раскрашивали, их нам не нужно видеть. Они используются только данным нодом для определения длины. Там, где у нас модель черная, будет использоваться длина минимальная. Там, где белая, будет использоваться максимальное значение. Теперь, на всякий случай, я все это сохраню. И это тоже. И подключу таймер. Потому что, если перегрузить свою систему каким-нибудь особо сложным алгоритмом и заставить его пересчитываться, не знаю, каждую секунду или несколько раз в секунду, то район может крашнуться. Интервал 20... 200 миллисекунд. То есть, 5 раз в секунду. Возможно, это будет прибор. Но мы узнаем, он уже подвисает. Надеюсь, на записи видео это не сказывается. Так... Ждем каких-то обновлений в левой стороне. Ого, что-то происходит. Так... Очевидно, он обновляется не каждые 200 миллисекунд. Но он пытается это делать. Через какое-то время он прожует сложные участки и сможет обновлять нашу конструкцию намного быстрее. Если подождать слишком долго или использовать слишком нереалистичные значения, как в нашем случае, то моделька может схлопнуться. Ты увидишь, как это произойдет, скорее всего, здесь. Вот сейчас мы видим. Минимальные отрезки у нас равны единице. Максимальные. Он пытается их делать в 40 миллиметров, но, по-моему, он делает их еще больше. Мне кажется, что это перебор. И мы должны немножко снизить данные значения до каких-то более щадящих. 18. А минимальные все-таки увеличить, потому что это слишком пусто. Например, до 3. Вот, собственно, модель начинает схлопываться. Мы видим, как она постепенно-постепенно съезжает с головы. То есть, если мы сравним ее с нашей первоначальной моделью, то мы увидим, что она уже занимает отнюдь не всю форму. Для того, чтобы вернуться к первоначальному состоянию, мы просто нажимаем Reset и перезапускаем симуляцию. Но так как в этот раз у нас более правильные значения, у нас меньше вероятности, что что-то слопнется. Чуть-чуть ждем. По сути, это подвисание происходит из-за того, что в первоначальном меше, который мы используем, слишком большое количество полигонов и программа постепенно оптимизирует меш, сокращает количество полигонов. И поэтому каждая следующая итерация становится все быстрее, быстрее, быстрее. Итак, вот примерно результат, которого мы можем достигнуть с помощью этой штуки. Когда нас устраивает результат, мы нажимаем на паузу и, нажав на вот этот вот меш или на вот эти линии, в зависимости от того, что мы хотим получить в районе, мы нажимаем Bake. Bake, окей, done. Это будет одна шапка, которую мы сделали. Теперь я покажу, как можно использовать несколько тракторов, потому что очевидно... Опа, уже не готов, ускоряюсь. Очевидно, что у нас должно быть несколько зон, которые будут прочными. Предположим, затылок и перед нашего шлема. Но сначала мы отключим вот здесь связь между нашим мешем и ремешинговым инструментом, просто чтобы все просчеты, которые мы будем выполнять здесь, они не переходили дальше, пока мы здесь все не наладим. И добавим сюда пару дополнительных нодов. Во-первых, нам понадобится нод SortList, а во-вторых, ListItem. Вместо одной точки, которую мы использовали здесь, мы будем использовать несколько точек, поэтому мы нажимаем правоком к мыши, SetMultiplePoints и указываем одну и вторую. Дальше мы будем использовать новосозданные компоненты. Мы подключим один вот сюда. Этот компонент, нет, вот этот компонент мы подключим сюда. Он используется для того, чтобы отсортировать какой-то поток данных от минимального значения к максимальному. По сути, нам нужно померить дистанцию от каждой точки на нашем меше до нашего аттрактора, до каждого из аттракторов и потом выбрать минимальное значение. Так что, чтобы структурировать дерево и от меньшего значения от большего мы используем SortList, а для того, чтобы выбрать первое значение в списке, которое будет самым минимальным, мы используем ListItem. Мы подключаем следующим образом. Дальше нам нужно использовать такую штуку, кнопку Graph вот здесь. Что она делает, я не смогу объяснить в этом коротком ролике, просто погугли работу с DataTrees в Grasshopper это главная боль, если быть честным. Но она объяснит, зачем использовать команды Graph Flattern Simplify и так далее. Итак, значит, мы воплотили Graph подключили его сюда. мы создали какое-то значение, точнее, даже два значения, отстартировали их и выбрали самое маленькое. Здесь мы нажмем Flattern и уже вот сюда мы подключим наши ноды обратно. Эту часть мы спрячем. Теперь мы можем сделать видимым вот этот Mesh и мы видим, что градиент уже не такой, как ранее. То есть у нас два темных пятна, которые обновляются в зависимости от положения наших двух точек. И следовательные ребра жесткости будут настраиваться также. Теперь, когда мы довольны тем, как работает наша раскрашивающая часть кода, мы можем ее подключить обратно к ремешинговому алгоритму. Подключаем его сюда. Немножко ждем. И перезапускаем алгоритм, нажав на кнопку. Просто, чтобы он забыл все те просчеты, которые он делал ранее. И нажимаем на Play, чтобы запустить новые просчеты. И ждем. Как всегда, начинается медленно, дальше ускоряется. и вот мы видим, что здесь у нас короткие ребра, тут тоже, а посередине они средние. сейчас мы будем смотреть на всякие проблемные зоны, которые пропали, как только мы на них посмотрели, но тут были слишком короткие сегменты, с ними было бы потом тяжело работать. Я думаю, что модель уже готова, мы можем ее остановить. И теперь, чтобы превратить это в что-то, что больше похоже на твердотельную модель, мы можем использовать команду, которую я не дам, мультипайп. Пусть не пугает количество импутов, в теории может все сработать просто при подключении кривых вот сюда, а node-size определяет толщину нашего шлема. Значит, мы скопируем custom preview, чтобы придать какой-нибудь интересный цвет нашей новой модели. Например, белый. Нет. Потом. И вот мы получили модель. Наверное, с белым это я, конечно, переборщил. Почему бы нам не взять тот же самый цвет, который мы используем здесь? И просто не сделать его на полтона светлее. Отлично. Вот примерно так мы и получили подобие параметрического шлема. Когда нас устраивает результат, мы выбираем те ноды, которые мы хотим запечь, в данном случае этот и вот этот, через shift, нажимаем в пустое место на нашем кенвасе, нажимаем bake и получаем наши меши в качестве райновской модели. Вот такая идея у меня было. Что скажешь? крючком ? Спасибо.